В мир добровольчества на троллейбусе. В честь года волонтерства в Иванове запустили брендированный троллейбус. Один из первых рейсов – необычный. Представители нескольких общественных организаций провели для пассажиров небольшую экскурсию. Ребята рассказали, какие в городе есть волонтерские организации, чем занимаются и как можно к ним присоединиться. Мы говорим о том, что мы пытаемся привлечь к нам больше ребят, заинтересовать в том, чтобы сделать город и весь мир добрее. Ведь можно горы свернуть, если просто этого захотеть. Некоторые полагают, что в волонтеры записываются исключительно школьники, а помощь ограничивается работой с пожилыми людьми, благоустройством или пропагандой здорового образа жизни. На деле добровольцем может стать каждый вне зависимости от возраста и пола. Найти час-другой в неделю, чтобы сделать доброе дело, а не так сложно. Главное – начать. У нас есть четыре основных направления. Это гражданская активность, информационно-медийная, военно-патриотическая и личностная. Мы, так как сейчас год добровольцев, мы активно развиваем гражданскую активность, мы организуем свои акции, а также участвуем во всех российских акциях. Добровольческие организации, такие как «Волонтеры Победы» или «Ивановский волонтерский центр» – это сплоченные команды, в которых люди стремятся помочь тем, кто в этом нуждается. Ребята регулярно посещают детские дома, занимаются с подрастающим поколением, навещают ветеранов, выходят на субботники и многое другое. Такая троллейбусная экскурсия – повод не только рассказать о своей деятельности, но и привлечь в свои ряды единомышленников. Многие граждане наши, города Иваново даже, очень мало знают, что такое волонтерство, что такое «Волонтеры Победы». Вроде как это везде по телевизору показывают и на слуху, но вот есть такое мнение, что «Волонтеры Победы», например, работают только 9 мая. Но ведь это не так. «Волонтеры Победы» работают круглосуточно. Они помогают старикам, они убирают снег, там, носят воду. По всем запросам, кому нужна помощь, они приходятся. Планируется, что в скором времени троллейбус с символикой Года Добровольца станет площадкой для презентации волонтерских организаций и объединений Ивановской области. А подобные экскурсии будут устраивать регулярно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.